Всем доброе-доброе раннее утро! У меня сегодня суббота, и это видео, наверное, будет выходить, видео выходных дней за субботу и за воскресенье выходить будет в понедельник, потому что я понимаю, что за один день субботы или за один день воскресенья я не успею ничего толком сделать, показывать мне вам будет нечего, поэтому это видео будет за один день. И начну я, наверное, с того, что я вчера еще немножко успела повязать рукавчик. Вот он у меня продвинулся ровно на один рапорт. Вот такие мои небольшие продвижения. За выходные в идеале хочу закончить рукав и собрать весь джемпер по боковым швам и, естественно, рукава пришить, собрать швы рукавов и боковые швы, и останется, надеет мне только горловина. Но пока не знаю, это, скажем так, максимальные мои планы, которые, возможно, смогу сделать, возможно, не смогу, пока не знаю. И еще у меня в планах почему-то вязание немножко уже надоедает, меня от него отпускает, а это значит, что надо идти и шить. Поэтому я нашла в своих запасах вот такой вот классный королевский синий лен. Вот он, да, шикарный. И я из него сошью маме рубашечку и шорты, потому что она заказала, цвет мы с ней согласовали, она выбрала синий. Будет у нее новый комплект на лето. Это вот мои планы, которые я прям, прям очень хочу успеть. И еще у меня есть один небольшой план. Я хочу начать кардиган вязаный, который я вязала и сентябрь, и октябрь. Вам еще их, как обычно, не показала, но покажу чуть попозже. Обещала итоги подвести в конце ноября за всю осень. Хочу начать такой же кардиган маме, ну точнее, как хочу, она тоже его заказала. И у меня есть для этого пряжа. Сейчас я ее принесу. Я уже вижу в камеру, что цвет не передается. У меня сейчас включен желтый цвет, и поэтому немножко желтит пряжа. Это вообще такой стальной, серый, красивый. Сейчас вот уходит прям в желтый. Желтого подтона здесь вообще нет. Это 100% лен, у меня его 600 грамм. Сейчас прочитаю. Это рига фрескалина, который 320 метров в 100 граммах, цвет сталь. Ну, как я и говорю, стальной цвет. Я не знаю, почему его называют жестким или каким-нибудь. По мне, он вот самый мягкий из всех льнов. Ну, даже не из всех льнов, а из всех льнов, если сравнивать с российским производством. Итальянский самый мягкий, классный, приятный будет. И к нему я хочу... Так, все-таки шуршать я буду. Хотела распаковать без шуршания. Добавить ниточку серебристого люрекса. У меня такая большущая бобинка. Давно ее купила. Она у меня давно лежит в моих запасах, и я на нее периодически ей пользуюсь. Вот. У меня такой вот серый красивый цвет. Честно, покупала себе. Мама сказала, что ей надо, придется ей отдать. Вот так вот там. Шикарный лен, как по мне. Единственное, здесь есть небольшой косяк в нем. Ну, я, мне кажется, уже показывала в каких-то видео при покупках, что здесь у нас узелок. Это... Ну, я думаю, мы его как-нибудь отрежем. И обойдем. Из этого лена я хочу начать, как я уже сказала, кардиган. Я хочу чисто начать на хотя бы наборный ряд. Возможно, провязать один ряд. Это прям вот в совсем идеальных планах. Но наборный ряд я начинаю не просто цепочкой из воздушных петель, а достаточно необычным способом. И хочу заснять коротенькое видео типа шурца и выставить его в микро-мини-мастер-класс. Но должна же пользу какую-то приносить. Вот такие вот небольшие у меня... Ну, как, относительно небольшие планы. Потому что выходные, как известно, это время бытовых дел. Готовки, уборки, стирки, иглашки и тому подобное. Поэтому надеюсь, что я хотя бы успею. Буду по мере исполнения этих дел подключаться. И что еще? Не рассказала я вам так про вязальную машинку. Возможно, на конец этого видео вместо каких-то бытовых вопросов я расскажу про вязальную машинку, что с ней приключилось и какие у меня дальнейшие планы. И вообще, буду я покупать или буду вязать на вязальной машинке, что делать? Пока первое, наверное, подключение я заканчиваю. Всем приятных выходных. А я пошла делать дела. Чуть попозже подключусь. Пока я не убежала, хотела еще рассказать вам о сумочке, которую я прикупила, наверное, в начале октября. Это а-ля проектная сумочка. Она продается и на Wildberries, и на Ozon. Это достаточно вроде известный производитель этих проектных сумочек. Так, они покажут. Здесь куча кармашков разных. Так, для маркирочков и висят мелкие лампочки. Кольцо карабиновое. То есть сумочка достаточно классная, сделана хорошо. Я ее не рекламирую, поэтому ссылку вам не даю. Стоит она не бюджетно, сразу скажу. Но я ее ухватила по скидке и за 200 она у меня, наверное, вышла. Поэтому такая она классная, сделана очень качественно. Даже для меня, для шьющего человека, которая капризная к ровности швов. Она идеальная. Я понимаю, что здесь мебельная ткань. И это мебельная, и это мебельная. Они плотные, но при том внутри я чувствую, что сумка еще дополнительно уплотнена. Возможно, там стоит какой-то уплотнитель типа Авроры. Но Аврора это, наверное, типа, потому что Аврора очень дорогой материал, насколько мне известно. И для чего я ее принесла? Я в нее, так как это проектная сумка, она, кстати, на затяжках. Здесь вот затяжки в виде резинки затягиваются. Она плохо, честно скажу. Вот ее максимум. Но это неудобно, поэтому затяжками я не пользуюсь. И по большей части я ее, наверное, брала для красоты. Но в нее я помещу свой серый проект. Он у меня уже по пакетикам, чтобы пряжа не пачкалась. То есть вот две бобинки. В нее прекрасно залезают. И я думаю, сюда еще поместится и третья какая-нибудь бобинка. Вот. Вот такое вот мое небольшое приобретение себе. Был небольшой подарочек. Сумка, кстати, прям очень мне нравится. Классная. Прям приятная, приятная. И я все забываю. Уже второй день хочу вам рассказать. И с вами посоветоваться. У меня после свитера. Джемпера. Джемпера, свитера. Джемпера. Когда я его свяжу, у меня останется большущая бобина. По моим грубым подсчетам здесь останется... Ну, грамм 700, наверное. У меня сейчас эта бобина 800 весила. Но, думаю, грамм 700, ну, 650 здесь точно останется. И я не знаю, на что ее пустить. Либо я хочу... Ну, точнее, как хочу. Джемпер, свитер. Я никакой кардиган, наверное, из нее не хочу. Пряжа очень мягкая. То есть, это на свитер-джемпер, на кардиган она не подойдет, как я чувствую. То есть, форму она держать не будет. Даже если я буду вязать в три нити, я боюсь, что на какой-нибудь объемный джемпер мне может не хватить. Но я думаю о... Простите. О комплекте аксессуаров. Связать шапочку. И точно так же в эту шапочку добавить ниточку дропс... Дропс. Да что ж такое? Дропс браш-тальпака Silk. Чтобы она была теплая и непродуваемая. Связать варежки с добавлением этой же пряжи. Потому что у меня она останется в остатках. Десять мотков я все-таки погречилась. Мне их много. Наверное, надо было брать штук восемь всего. То есть, докупать еще два. И связать широкий длинный палантин какими-нибудь оранами. Такими сложными оранами. Порыться в своих книжках. Подобрать какой-нибудь узор. И связать вот такой палантин в три ниточки. Ну, ниточка здесь тонкая. Семьсот метров. И если в три ниточки... Я не хочу перематывать. И хочется, наверное, вязать от клубка. От бобины. То есть, ниточка вот в три нитки. Она достаточно будет хорошая. Вот в одну. И вот такие вот у меня мысли. Либо не расточительствовать. И оставлять эту бобинку на какой-нибудь джемпер. Но у меня уже будет сиреневый джемпер. Да. Он немножко, конечно, другой цвет. Он более темный. Все равно плохо свет, конечно. Цвет передается. Свет плохой сейчас. На улице только утро. И там еще за окном туманно. Поэтому вот такие мысли. Я не знаю, что мне с этим делать. Посоветуйте, пожалуйста. Буду рада прочитать ваши комментарии. И решить, в конце концов. Потому что ажурный... Ой, ажурный. Арановый палантин какой-нибудь красивый. Я хочу и хотела. Но я думала в красном цвете. А красной пряжи у меня нет. То есть, ее я думала покупать. Но пока не нашла никакую. Думала из гармони вязать. То есть, гребяной мериносик. Из него планировала. Какой-нибудь такой толстющий. Почему толстющий? Просто широкий и длинный, красивый палантин. Вот. Но пока у меня такие мысли. Либо свитер джемпер. Свитер джемпер. Либо комплект. Но я боюсь, что после комплекта может что-то остаться. Или после джемпера может что-то остаться. И что я буду делать с этим остатком? Хотя, мне кажется, в комплекте палантин очень много пряжи может скушать. Он прожорливый. Но вязать я его буду долго. Это тоже меня останавливает. Вот такие вот у меня размышления. Пока не знаю. Но надо для начала довязать джемпер. Так что теперь уже точно отключаюсь. Подключусь чуть попозже. Пойду, надеюсь, успею раскроить рубашку с шортами до начала бытовых дел. Пока еще утро. Успела утром раскроить. Сейчас я уберу вот это все безобразие. Даже небольшой кусочек остался. Ну, ткань у меня еще осталась в запасах. А этого кусочка мне хватит на часть юбки. Потому что мамана, я думаю, по-любому ее запросит. Вот такая вот кучка. Когда примусь за нее, пока, наверное, не знаю. Хочу довязать джемпер по-любому. И начать следующие процессы как-нибудь активно. По-хорошему мне бы начать шить с Нового года. Но думаю, что начну я раньше. Посмотрим. Сегодня уже воскресенье. И вы видите перед собой два готовых рукава. Но как бы не так. В одном... А я обнаружила вчера косяк. Правый рукав. Спицу надо взять. Правый рукав вот этот, который я довязывала вчера. В нем все нормально. И здесь в последнем ряду дырочки, как и во всем рукаве, находятся в шахматном порядке. И на моменте вывязывания, наверное, где-то вот здесь вот уже относительно последних рядов вчера, до меня дошло то, что я не рассчитала в первом рукаве шахматный порядок. И по итогу дырочки у меня находятся вот так вот. Совершенно не в шахматном порядке, а просто одна над одной. И сейчас мне придется распускать мое кривое закрытие ступенчатое. Вот, наверное, вот досюда полностью ряд дырочек распускать. И буду его полностью, ну, как полностью, перевязывать все эти дырочки, чтобы он был похож на второй рукав, уже более идеальный. Пока они все мятые. И в итоге, как я понимаю, за выходные я ничего не успеваю. Не успеваю я даже их, наверное, пришить. Ну, если только поздним вечером, потому что сейчас у нас уже день. Вот такие мои новости. Все свои планы, конечно, я напланировала кучу и не успела сделать. Иду кучу планов, к сожалению. Но сейчас, надеюсь, хотя бы закончу с рукавом. И они будут одинаковые. Не хочу распускать закрытие, но самое противное, там сейчас это будет долгая история. Но попробую надеть петли на спицы. Надеюсь, вот. И продолжить вязать, когда распущу закрытие. Пожелайте мне удачи. Надела на спицы. Из несомненных плюсов этой пряжи Brush Tarpaca Silk это то, что она хорошо распускается и не цепляется, ну, в отличие от Мохера. Поэтому сейчас буду распускать закрытие, распускать до спиц и заново вязать. Единственное, что я прям себе ругаю, ну, не то, что себя ругаю, расстраиваюсь, наверное, из-за того, что я могла бы распустить просто по вертикальным дорожкам и перенести, так опять рукой показываю, и перенести эти петли. То есть просто поменять их местами. И эту сюда, и эту сюда, и тому подобное. Ну, и, возможно, там смогла бы еще добавить, потому что должно их получиться шесть штук, а у меня здесь пять. Ну, попробовала бы. Но из-за закрытия я так сделать не смогу, поэтому мне проще все это распустить и перевязать заново. Вот, вот так вот. Ну, пойду пробовать, надеюсь, я... Еще, прям вот, большая моя ошибка в начать в осенне-зимний период было изделие из темной пряжи. При искусственном свете очень сложно видно петельки, прям просто безумно сложно это все увидеть. Приходится это у окна смотреть, если нужно будет распускать. Поэтому на будущее учту и буду вязать только из светлой пряжи зимой. И радует меня одно то, что свое летнее черное изделие я отложила до лета. Точнее, проект свой летний. Отложила его до лета и сейчас не вяжу, но потому что ничего не видно, очень темно. Перевязала я две своих кривульки, теперь у меня наконец-то на обоих рукавах все одинаковое и дырочки находятся в шахматном порядке. Ну, загадывать, конечно, не буду, но хотелось бы все-таки успеть их сегодня присоединить и в понедельник, чтобы мне осталось чисто горловиной, может быть, я даже закончу в понедельник. Но долгий процесс, честно, устала уже от него и была проблема в том, что когда вяжу рукав один, за ним вяжу следующий, я уже забываю, как я вязала первый и бывает косячу. А бывает, ну, в данном случае я нашла лично косяки в первом рукаве, которые мне не нравятся. Ну, точнее, которые мне не нравились и мне пришлось их исправлять. Это в данном случае было про окат. Ну, а про дырочки в начале рукава то, что я бы сделала их повыше на рядочек. Ну, ладно, это уже так оставлю, естественно, распускать я не буду. Тут ничего такого страшного нет. Это лично уже мои капризы. Ну, пойду заниматься теперь с домашними делами, потому что время на вязание закончилось пока что. Еще купила вот такой коробок бархатный, очень прикольный, каркасный, то есть такая коробочка. с ручками на шнурках. Это тоже все от него, вот эта ткань. И организовала в нем хранение носочной пряжи. То есть, я думаю, теперь вы понимаете ее объема, как ее стало много. А вяжу носки я всего лишь полгода. Ну, и дала себе обещание, что пока не извяжу, точнее, пока сюда уже ничего не помещается, новую носочную пряжу покупать не буду. То есть, максимум моей пряжи это то, что должно помещаться сюда. И, честно, говорила вам, что не хочу, точнее, хочу сделать перерыв с носками. Нет. Не хочу найти какие-нибудь носочки. Кстати, форза коричневая классного цвета. Через пакет плохо отраживает. Цвет, конечно, передается, но там прям шикарный, насыщенный цвет. Спасибо вам за совет, что вы мне подсказали, потому что это на гольфы. Именно прям такой однородный красивый цвет. И тут я вот что-нибудь хочу, что-нибудь такое розовенькое. Я хочу что-нибудь розовенькое. У меня тут форза новая лежит. Так, это остатки, не остатки. Тут все смешанное. Моя единственная регия, но пока не лежит к ней душа. Хочу что-нибудь розовое, что-то типа вот такого. Но я, честно, ищу другой моток. Так, у меня здесь Drops North. Это на что у меня? На шапочку с варежками? Или, возможно, только на варежки, не знаю. Так, из этих я вязала кроме синего моточка. Главное, это обратно запихать, потому что боюсь, что так у меня аккуратно все не уберется. Еще я вспомнила, вспомнила, что у меня розовая пряжа, по-моему, еще лежит в одной сумочке. Это плохо, значит, зря я сюда открыла все. вот вам мои небольшие, как небольшие, здоровучие запасы. Дальше там вроде уже ничего нету. Нет, есть. Там еще какой-то ряд. Обалдеть. Так, это артизанчики. Верхногами я их показываю. Покупала их по наборчикам. По две штучки, по-моему, или по три даже. это новая форза, которая вышла там в сентябре или в августе, не помню. Я ее организовала. Такой зип-пакет из-под ткани. Покупала по два моточка. Кстати, классный осенний цвет, вообще шикарный. Это весенний. Так, и вот, да, внизу у меня лежит Ализе комфорт. Может сокс, может не сокс. Вон, открыла наконец-то нормально. Это тоже новая форза. Как будто разные два матка, но нет, это один и тот же цвет. Так, здесь у меня Лизы. Кажется, сейчас упадет. И я не помню. Открыт пустая у меня та сумочка и нет. вот эта пряжа мне очень понравилась. Из нее так быстро все вяжется, особенно на тройках. Так, теперь-то это точно последний ряд. Да, это последний, здесь однотонный. Я думала либо о вот этом матке верхнем, либо, 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 где он, либо вот этом, но мне кажется, у меня что-то еще есть. Пойду загляну. Нет, я не обманула ни вас, точнее, себя, наверное, обманула, потому что я думала, что у меня там что-то есть, у меня там пусто. Сумочка пустая. Но как-то из этого розового-серого я не хочу вязать. Из этого начинать. Почему-то я думала, что она какого-то другого оттенка, других цветов, и хотела из нее начать. Ну, что-то, пожалуй, перебрала. Сейчас у меня все-таки не лежит пряжа. Может быть, из артисана? Ну, нет, не лежит. А если не лежит, значит, носки я вязать не буду. И это тоже хорошо, потому что надо вязать более крупные проекты. Так что пошла все это запихивать обратно. Теперь вопрос, упихаю ли. Упихала так, что стала еще компактнее, и сюда влезет еще как минимум два мотка. Но это совершенно не означает, что надо их покупать, потому что пряжи очень много. И носков мне столько не надо мне столько носков. Но вязать их, конечно, понравилось, прикольно. Ну, теперь, наверное, я вам расскажу про историю с вязальной машинкой, и буду на этом видео заканчивать. Понравилось мне в этом ракурсе встречаться на выходных с вами. Точнее, это как бы первые выходные, но ракурс мне понравился, и у нас на улице пасмурно, поэтому солнце в окна не светит. Значит, что я могу спокойно снимать и более-менее адекватная получается видеосъемка. В общем, что я хотела рассказать? Сейчас я хотела рассказать, простите, пожалуйста, кашель до сих пор меня мучает, буду периодически подкашливать. Хотела я рассказать о своей вязальной машине. Муж мне подарил относительно недавно вязальную машину Brazer KH 851. Это однофонторная вязальная машина 5-го класса. Возможно, я вставлю сюда куда-нибудь какое-нибудь видео, потому что видео я подснимала, как там пользоваться, но каретка проезжала у меня в холостую, потому что я отвязала на ней образцы, набрала петли, то есть научилась этому, спасибо мужу, он сидел со мной и мне в этом помогал. И в итоге образцы я отвязала и все это выкинула. Да, я же вот такой блогер, и поэтому образцов нет, я вам не покажу. Хотя один микрообразец есть, но он вообще непоказательный. С чего это все началось? Машинка у меня лежала долгое время, я к ней боялась подступиться, думаю, как, что, смотрела на ютубе какие-то ролики, но, возможно, я находила какие-то неправильные ролики, и я не понимала, как пользоваться ей, как заправлять нитку, как набирать петли, вообще ничего не понимала. Но сейчас у меня этой машинки нет, я ее продала. Об этом я тоже расскажу позже, почему так произошло. Все началось с того, что я посмотрела видео, вязальный влог блогера Крис Книц. Она купила себе пряжу на такой объемный шарф с весюлечками, с кисточками, я не знаю, как это, как хотите, так и называйте. И я у нее спросила, как называется эта пряжа, и где она ее купила, потому что она, по-моему, уговорила, что купила на маркетплейсе. Я купила эту пряжу тоже, она мне дала ссылочку, плохо передается, по факту она такая пудровая, вот я сейчас снимаю вроде без искусственного цвета, но цвет все равно чуть-чуть желтит. Вот сейчас более-менее такой, но она гораздо светлее, приятнее. У Кристины на видео она тоже немножко темнее, и такие вот красные крапинки на ней прикольные. Что-то типа твидовой пряжи, у нее достаточно приятный состав, 24 альпака, 24% хлопок, 6% шерсть, но остальное синтетик, 16 полиамиды и 30 акрил, то есть 50 на 50 примерно. Это Мелефили артикул Hairbag, как я так понимаю, что это такое. В общем, эта пабинка 300 грамм, и метраж здесь 220 метров в 100 граммах. И вот сейчас, наверное, я понимаю, что было глупо рассчитывать провязать такую толстую ниточку на вязальной машине, а все почему я решила вязать ее на вязальной машине. Я эту ниточку сначала начала вязать на спицах, взяла, по-моему, четверочку. И у меня какое-то такое разряженное полотно получалось. Я вязала шарф, хотела связать его по кругу, чтобы он был такой двойной. Я пробовала его этой резинкой, я забыла, как она называется, но в которой петля провязывается лицевой, одна снимается, на другой стороне наоборот, та петля, которая не провязывалась, она провязывается, а другая снимается. В общем, получается такое двойное плотное полотно. Забыла, как называется резинка, то ли патентная, то ли не патентная, не буду врать. Вот, если что, поправьте меня в комментариях, как она называется. Вязала на четверке, пробовала на четыре с половиной, ну, на три с половиной, честно, не пробовала, но я перешла на четверку, и все равно какое-то дырявое полотно. Потом пробовала, просто по кругу набрала и начала вязать трубу. Тоже мне не понравилось, и я не знаю, думаю, пойду-ка я распакую свою вязальную машинку, может быть, она возьмет это чудовище. Чудовище в хорошем смысле слова, потому что она очень мягкая, очень приятная. Распаковала машинку, с помощью мужа заправила ее, начали даже, провязали, каретка сначала плохо ходила, но она не разработанная, машинка была новая. Новая в смысле то, что ей до этого никто не пользовался. Естественно, она как бы уже старенькая. Как старенькая? Не знаю, сколько ей, наверное, лет сорок ей. Но покупала я ее в магазине как новую и обслуженную. То есть к машинке у меня претензий никаких нету, но эту... Она провязала прекрасно образцы. Образцы я брала пряжу, наверное, 300, 400, наверное, 425-450 метров в 100 граммах. И она их прекрасно провязала, да, не с первого раза у меня получилось, но потом получилось. Вот, отвязала гору образцов и испортила... Как испортила? Истратила свои остатки ниток, чему я очень рада, потому что я не знала, куда их девать. Они, честно сказать, были плохого качества. Эти нитки у меня лежали с самого начала моей вязальной карьеры, если так можно обозвать. И я наконец-то их потратила. То есть у меня где-то ушло полтора матка. Ну, показать не могу. Они в мусорке и давно уже уехали на помойку. Вот, и решила присоединить вот это добро. Я взяла, включила одну из самых таких разряженных плотностей и начала вязать. Машинка шла туго-каретка, но она вязала ничего... Ну, тяжеловато она вязала, и вязала она очень плотно, там прям забитое полотно получалось. Я думаю, ладно, наберу через одну петлю. Потому что, ну, она пятый класс машинки, и поэтому я предполагаю, что она... Эта пряжа не для нее. Набрала через одну петлю, получилась ложная резинка. То есть идет лицевая, длинная протяжка, лицевая. Снова длинная протяжка, лицевая. То есть выглядит действительно как ложная резинка, и на однофантурной машинке так и вяжется ложная резинка. Я вздохнула, вот именно точно так же, как сейчас. Разозлилась. Ну, то есть эта пряжа у меня не пошла. Взяла эту пряжу, убрала ее подальше с глаз долой, сердце вон. Буду мучиться на спицах, вязать лицевую гладь. Но я на этом не остановилась. И единственный образец... Ну, как даже... Начну, наверное, все-таки не с образца. Была у меня вот такая классная пряжа. Пряжа просто классная. Но я изначально думала от нее избавиться. Может, продать. Может, не продать. Это шотландский твит. Он всем известен. 360 грамм... Ой, 360 метров, 100 грамм. В 100 граммах. У меня этих 5 моточков. Цвет, кстати, очень шикарный. Такой джинсовый. Я думаю, ну, дай-ка я из нее попробую. Потому что эту пряжу я покупала на батю. Батю я потом вязать передумала. И... Ну, у меня прям какое-то... Не то, что отвращение появилось. Просто, наверное, перестал мне нравиться этот джемпер. Мне не нравится его посадка. До сих пор не нравится. И я начала... Думаю, сейчас быстро... Начинается там само вязание джемпера. У меня есть описание. Само вязание джемпера начинается с отвязывания погонов. Я думаю, ну, дай-ка быстренько сейчас отвяжу. И... А там начинается вязание с двух петель. И каждый раз, в каждом ряду, ну, через один ряд надо делать прибавки. И я такая... Прибавки-то я не умею. Думаю, ну, дай отвяжу на руках. Отвязала маленький такой кусочек на руках. А дальше там уже идет лицевая гладь. Чисто без прибавок, без ничего. И я попробовала, кстати, на две петли набрать. У меня что-то не пошло. Они как... Они слетели с машинки. Возможно, либо ей сложно, либо у меня ручки не из нужного места для вязания на машине. Вот. Потом... Давайте сразу я покажу образец. Вот он вот такой. То есть вот этот треугольничек, он у меня закатывается, скатывается, закатывается. Вот этот треугольничек я отвязала вручную. И вот уже прямая часть это пошло на машинке. На машинке сразу я не подобрала идеально плотность. И у меня эта плотность, естественно. Сейчас попробую. Наверное, вам по-любому не видно, то, что она отличается плотность от ручной. На машинке она получилась более разряженная. Ну, я не знаю. Она начала ее вязать. Провязала. Ряда, как вы видите, совершенно чуть-чуть. То есть это я чисто сняла с машинки. И порвала мне нить. Ну, я не знаю. Возможно, пряжа для нее толстая. Я распсиховалась. Выставила ее на продажу. И у меня ее купили прямо на следующий день. Так что... А, еще же. Я положила себе книжку. Я перед тем, как сесть за вязальную машину, купила себе книжку. Господи, это вот были самые бестолково потраченные 1300 или 1400 рублей. Книжка классная, сделана очень красиво. Внутри... Покажу кверх ногами цветные картинки. Показываю. Вас не видно, что они цветные, потому что... Давайте вот так. Цветные картинки, классная мелованная бумага. Но внутри... Я не знаю. Возможно, там есть часть однофантурное вязание, часть двухфантурное. Возможно, на двухфантурном вязании есть какая-то польза. На однофантурном пользы в этой книжке вообще никакой нет. Очень много бестолковой информации. То, что пряжа сматывается в клубок, в моток, в пасму и во что-то... В бобинное, как надо перематывать для машины. Три набора петель, два набора... Ой, два набора. Два варианта прибавок-убавок. У меня была... Точнее, я распечатала... А, вот еще в чем... Почему я ее обкакиваю, если можно так сказать? В описании... Покупала я ее на Wildberries. В описании к товару было написано, что она подходит под все виды машин. Как бы не так. Она... Точнее, здесь картинки и все описание рассчитано на SilverLead. Не на Browser. Browser, он немножко по-другому устроен. Там даже другое... Другая... Заправка нити в этот нитенатяжитель. Там другой нитенатяжитель. Я прям злая. То есть мне... Я хотела начать учиться по этой книжке. Я ее открыла, начала по ней заправлять и смотрю, у меня что-то не хватает каких-то деталек. То есть Browser, эта машинка немножко другая. И по итогу, то есть я пользовалась той книжкой, которую я нашла на просторах интернета, старой. Там инструкция по использованию вязальных машин. И она рассчитана... Она как бы идет, по-моему, универсальная. Я даже не знаю, на... Какого она производства... Какого года она производства. У меня чисто распечатанная. Я распечатала ее в цветной версии. Вот столько вот страниц на А4. И я ее подарила вместе с машинкой. Вот. Поэтому книжку я себе оставила. Она красиво дополняет мою коллекцию книг. Ну, я ее оставила на тот случай, если вдруг я решу покупать Silver Ritz и LK-150. сейчас тоже объясню, почему. На чем я остановилась, я забыла. Вот. Отвязав вот этот образец, я посмотрела на то, как ложится цвет. Господи, это так красиво. Мне так понравилось. Такой немножко выбеленный джинс. Это действительно... То есть, сам цвет идет... Называется джинс меланш. Это действительно прям джинс. Такой классный-классный цвет. Я начинаю чесаться. Я не знаю, то ли от шерсти, то ли от альпаки. Прошу прощения. Это очень красивый цвет. И я поняла, что эту пряжу я вижу на батю. И я думаю, что я начну ее вязать вручную. Вот так вот. Не знаю. Возможно, это было решение с психу. Возможно, и... Ну, скажем так, плюс в то, что я сделала правильно, почему я ее продала, она слишком... Не то, что слишком сложная. В ней слишком много наворотов, которые мне не нужны. Мне не нужен жаккард. Мне не нужно... Что там еще в ней есть? Забыл. Мне не нужен ни ажур, ни косы мне в ней не нужны, ни перфокарты мне не нужны, ни лекальные устройства мне не нужны. Я не хочу в нем разбираться. То есть там машинка максимально была укомплектована. Да, я сама ее просила у мужа, и он сделал мне такой сюрприз. Я сказала ему, что вот эта машинка мне нравится. Надеюсь, когда-нибудь мы сможем купить в таком же комплекте, в том, что что в ней есть. И в один прекрасный день он мне ее подарил. Это было очень неожиданно. Я не ожидала, что он мне ее подарит. Так, опять я чешусь, прошу прощения. Не ожидала, что он мне ее подарит. Это было очень приятно, и для меня до сих пор это очень такое нежное воспоминание. Но вот сейчас, попробовав на ней работать, я говорю, я понимаю, что мне не нужны эти навороты. Как бы жаккарты я предпочту вязать руками. Кстати, никогда его не вязала, надо... Хочу, хочу. У меня лежит на него пряжа, хочу начать. Но я хочу его вязать руками. Я хочу ажуры вязать тоже руками. Мне на машинке они неинтересны. Вот как-то так. Мне чисто нужна лицевая гладь. И машинка еще. Весила 20 килограмм. То есть кейс. Она была в металлическом кейсе. Сама машинка. Там всякие лекальные устройства, кстати. Ну, вместе с лекальным устройством. С кареткой для интарсии. Кстати, интарсию она еще вяжет. Ну, в общем, машинка очень навороченная. Но она, как я считаю, что она... Простите. Не для человека, которому... Который вяжет руками. Мне кажется, она для человека, который не вяжет руками. И ему охота и вязать изделия и интарсией, и жаккардом, и аджуром, и косами, ранами там всякими. Тогда, да, мне руками интересно вязать самой. Но лицевую гладь мне вязать скучно, как и многим из вас, я думаю. Так что вот такая вот моя проблема. Думала я оболка 150. Так, все я вам показала. Все вам показала. Кстати, вот этих купила две бобинки. Хочу очень длинный, очень объемный шарф. Ну, не знаю, может еще на варежки хватит. Пока не знаю. Не начинала. Но хочу начать. Но, наверное, надо разобраться с плечевыми изделиями. Что я думала оболка 150. Думаю до сих пор. Но меня отпугивает та вещь, то, что машинка весит 6 килограмм. 6 против 20. Я понимаю, что там пластиковая игольница. Это уже огромный минус для меня. и почитав отзывы, старые отзывы, что-то типа с осинки, но осинку, как я помню, ее уже прикрыли, к сожалению. Очень жаль. Очень полезный был сайт. К сожалению, не все про него знают, но я знаю, и это была кладь информации. Вот что-то перенесли оттуда. Вот я почитала отзывы и именно опытных вязальщиц на машинах. Некоторые купили себе ЛК-150 и считают себя опытными. Нет. Которые... Ну, я ничего не имею против, но... Просто я почитала отзывы девушек, женщин, которые через свои руки пропустили не одну машинку. И... Она не одна фантурная. И... И-и-и. Господи, что из-за и-и-и? Ладно. Вот. Сейчас мы сосредоточимся. И они говорят то, что ЛК-150 это просто игрушка. Игрушечная машинка, она и выглядит игрушечно. Меня смущает ее срок службы, скорее всего. Потому что я боюсь, что отвязав на ней условные изделия 20, она развалится. А я... А стоит она сейчас очень прилично. Она сейчас стоит и выгоднее действительно взять бэушный бразер. Но брать бэушный бразер это лотерея. Мне повезло. Но для меня он был слишком шибко укомплектован. Как правило, я люблю убрать навороченную технику, швейные машинки и тому подобное. Но здесь было слишком даже для меня. Поэтому БЛК-150 думаю. Я вот, например, не знаю, возьмет она вот этот шотландский твит. Возьмет или не возьмет. Если она будет его разряженно вязать, но нафига она мне сдалась. Вот правда. Извините за мою такую речь, но как бы пряжа для меня толстенькая. Я, кстати, думаю адаптировать под нее спицы номер 3. Будет... Ну, долговато, наверное, будет вязаться, но зато будет изделие нормальное. Как бы 360 это достаточно упитанная ниточка и пятерка ее взяла плохо. Пятый класс. Ее по логике должен взять четвертый, но я читаю, что там требуется толщина пряжи 220. Ради одного шарфа покупать машинку я не вижу смысла, я его на руках быстро... Ну, не быстро, ладно, я его сделаю за месяц. Я его сделаю и забуду, и ради него одного, еще не факт, что она возьмет, так как нитка пушистая. Я не вижу смысла покупать ЛК-150. Тем более, она им занимает место, насколько я знаю, продается она без кейса. Куда ее класть, я даже вообще не предполагаю. Стоит она сейчас 28-30 тысяч на Вайлдберсе Озоне. По мне, за кусок пластика, ну, дорого, правда. Поэтому, поэтому я не знаю. Ну, будем в данный момент продолжать вязание на руках. На этом, наверное, мои новости на выходные все. Изделия я уже буду свой свитер, джемпер, вообще свитер, джемпер, джемпер я буду собирать уже, наверное, поздно вечером, подключаться будет темно, у меня будет все в желтом свете, это будет некрасиво, и так, хотя поутру приходится в этом свете подключаться, и, наверное, уже буду показывать его вам в понедельник, и хочется верить, что я все-таки пришью к нему рукава, пока я даже не начинала. Я довязала рукава, и на этом остановилась. Пока... Самое противное это собирать из свитера, свитера, джемпера, собирать все это вот из деталек, сшивать, вот это противно, потому что я плечевые швы, я задолбалась их собирать, они что-то так долго связывались. Возможно, возможно, следующее мое изделие будет связано сверху единым полотном. Не знаю, но свитера мне вязать понравилось, пока, конечно, рано делать этот вывод, мне понравилось, я не знаю, буду я его носить, не буду, потому что он достаточно необычный, пушистый, обычно я люблю... Ну, как обычно у меня, насчет того, что обычно у меня нет вязаных изделий, зимних, и хочется сказать, что обычно я вяжу из пушистой пряжи, но я не знаю, буду я носить, не буду. Для меня она пока смущает, но изделие должно получиться красивое, еще и результаты я пока до конца не представляю, и очень боюсь, что придется перевязывать рукава, потому что они либо длинные, либо они подошли. Неохота распускать, вообще неохота, если они длинные, потому что уже пришлось один раз распускать. Это непредвиденные затраты временные мои. Поэтому на сегодня все, я буду с вами прощаться, всем пока-пока, до новых встреч, и они будут уже завтра.